Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию в Сидмерс Цивилизейшн 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, всем остальным приятного продолжения просмотра. Продолжение следует... Ну и где они? О! Так, караван. Что-то с доступными путями как-то слабенькое. К немцу 34, да? 36. Ну вот, из Гима Райнша в Майнс и из Фаро в Майнс. Видите, может уже космопорт начнем строить здесь, ой, не здесь, только в Лицособлоне. У меня здесь была промышленная... А, вот откуда у меня делается все производство. У меня промышленная зона утонула. Ну, блин. Ну, наверное, давайте вместо скота поставим. Ну, тут нужна промышленная зона. У меня еще и пингалу убрали. Так, в следующем ходу у меня все шпионы сработают. У меня все шпионы сработают. Современные бомбардировщики выйдем. Тем временем Просто победа Альянса Инка и Португалии Что за бред? Победа Альянса Инка и Португалии, 605 науки у испанца То есть у нас меньше всех науки вообще на карте, кроме тебя Но победа Альянса Инка Я уже молчу про Альянс, у нас такой Альянс классный Альянс, Канады и Испании выглядят больше Не надо меня упорваться Расселилась в Финякея Ты давай там запускай проект уже в космос Что-то я не вижу ни одного города Испании, обращенного в иудаизм Трюканадисты там Я кати должен был инквизиторов, тогда лучше сделать А не апостол Но я просто на самом деле надеялся, что я повоюю просто И убивая его апостолы своими, я у меня типа Буду увеличивать свою веру Но не получилось, как я хотел Очевидно Альянс Кстати, у меня такой вопрос, а что ты говорила, что девочка, которая Манхэттену нужна случайно, и можно с вами? Что? Плохо слышно тебя. Говорю. Говорю, чтобы проектий сделать, нужен проект этот? Да, нужен. Говорю. 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 Продолжение следует... 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 Блин, давайте уже его используем, где не уж он под руками у меня не мешался. Продолжение следует... К испанцу хотел... Но у него, по-моему, вообще нету никаких плотин. Ну, из тех городов, что я вижу, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Как не хватило силы, было нарисовано, что я сбиваю. Говорю, там ученого выпить надо, ты на испанцию ведешь. Честно, я не готов денег тебе на это стоять. О, увеличивает количество... Вы играете, чтобы сами победить, или чтобы вы мне посильнее на вас летели? Понимаете, в чем проблема? Если тебе достанется линд, еще играть можно. Если достанется тебе, уже как-то не очень. У тебя и так уже... У меня имеется в чем проблема. То есть... Слушайте, давай... А, там промышленная зона достраивается. Что-то бубнит там канадец, наверное, что-то интересное, да? Говорю, чтобы каждому по одному человеку где-то не было досталось. В какой цели? Давайте я тут куплю строители, обработаю нефть еще. Оно, мне кажется, такое не работает. Циви, как правило. Такое вот разделение. Ну, кстати, почему бы и не сделать авианосец? У меня нефти дофига. Чилиния, следующий ход на счет. Я бы, конечно, удовольствием дамбу, конечно же, у испанца ломал, но я же не вижу города. Пишет, что не может больше играть. Как я попросил, чтобы я пошел уже домой. Не-не-не, играем. А он-то никакой роли уже... А я, а я, а я никакой, а я, а я роль играет, вот, типа, просто двух человек стоплю, типа, и все. Не-не, так, чилиния, ну ты же понимаешь, что с ним потом будет. Ты как бы тоже еще так же можешь поступить. Не, хотя ж никто... И кто ж никого не неволит? Каждый волен поступать, как ему хочется. Организацию давайте, не хватает тут. Я готов. Я тоже... Ну, что ты делаешь, чилиния? Вроде могу ходить. Чилиния, мы с тобой будем ждать. Подожди, подожди, сейчас я готов. Давайте вам посчитаем. Раз, два, три. Убило. И что изменилось? Ну, то есть, надо было оставить как есть, да? Я уже просто на автомате, да, сказал, готов, и я готов, типа, все. Ну, что, нужен танчик? Даже, наверное, два. Немец, продлеваем? Да, давай. У нас все еще действует в два раза больше денег, да? Ну, отсюда, по идее, должен добежать. Давайте в Гуарду я куплю. Все-таки. И где он? Послушайте, может мне инк немножко даст. Блин, там вообще дорого будет этот. Инк предложение. Я так понимаю, алюминий это роскошь, да? Для нашего союза. Ну, у меня ноль, как ты видишь. Ну, да, вот я просто поэтому... И это с карточкой. Команда немец, дружба. Не могу даже военный лагерь просто снести. Ну, тупо. Так, роботов могу строить. Стоит, не будет шесть тысяч, по-моему. Да. Я, кстати, так и не нашел, где находятся рокеры, поэтому... Инк, я тебе... Не знаю, зачем ты... Ты это все устроил? А не за культурным наследием и быстро просвертываешься. Потенциально, потенциально ты мог выиграть культуру, тебе еще раз говорю. Ну, это, на мой взгляд, еще... Это же игра, ну, типа, тут каждый считает, ну, по-своему. Ну, то есть, я считал, что твоя победа возможна. Поэтому просто отклонил дружбу. Я же не объявил войну, я просто отклонил дружбу, чтобы не увеличивать туризм. Так, а то что-нибудь, что у меня, мол... Потому что у меня там еще поломано. Так, это... Еще не бегает. Я вообще как-то могу увеличить количество... Да, я везел, могу... Коммерческий район построить. Это отход без таймера, поэтому не тяните особо. Петралочка. Священное место, конечно, на плюс 5. А с другой стороны... А смысл уже? Слушайте, я бы дипломатический квартал, кстати, где-нибудь построил. А вот еще поломано. Блин, я тут ради нефти же строил. Ну... М-м-м... М-м-м... М-м-м-м... так порта строители аэродром не нужен от 2 производства атомная давайте мазутную здесь тоже мазутную у меня реально много нефти аристократ следи за караванами там а тогда могут вам грабить их у финикейца инк а у нас дружба но мои караваны ну да ну и чё ему следить к еще он может сделать раз у них дружбы но ее нету на клетку поставить на свою хотя у нас прохлада то что я не успевал сделать все прошлые ходы хоть сделаю сейчас так я купил тут танк не купил этом то он там обстреливает мне ну вот как он так поехал конченое управление в шестой цели я ничего не буду подавать мобильная зерк а так здесь мне надо в этом купить эти не тот союз кинул аристократ так пора по имбри тоже космопорт начинать наверное здесь так тут космопорт ну давайте здесь а кто у нас следующий по производству лиссабон коимбра брага геморанж но в геморанж по у меня нету ровной поверхности они можно где-то вот здесь можно давайте все кстати если навести на дружбу то там показывает сколько ходов еще я допустим с немцем еще 19 ходов пусть они это сделали наконец-то где-то посмотреть кстати на дружбу наводишься и там всплывающее окошко да ну наверное никуда пока серьезно предательство а кто кинул лучи линии очевидно не знаете просто одну просьбу я не против что оно прошло канада долго думаешь я урона не наношу просто городам и вообще строением колупаю по 3-4 урона дедона влилась американец а ты зачем проголосовал ну то есть я для тебя главный враг да окей значит играть и даже все дружбу заключали давайте современный истребитель сделаем но я пока не могу софинами ничего сделать тупо как-то получилось с танком еще девятьсот двадцать на армам не соперник что ли ну 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 и и и Продолжение следует... Так, мне нужно нейтрализовать губернатора. Давайте как-то что-то с испанцем... А, блин, у меня тут нету губернатора. Как я даже не могу никаких шпионов к нему отправить. Ни хрена не видно. Зато эти ребята против меня делают. Sweet. Ну, у Дидона человек ушел просто. Понятно, что он тут ничего уже не решал, но бан будет. Так, пришли по шпионам. Жидает задание в Филадельфии. Ты его улучшил. Да, их 3, 3, 1, 2. Давайте... Да, я хотел, чтобы он мне... Ну, я, короче, пойду открою города Испании. Так, слушайте, а у меня какое-нибудь счастье с кем-нибудь поторговать вообще? Так, табак есть. Алмазы торгую. Оливки невозможно. Янтарь, у меня есть косметика с немцем. Гипс с немцем. Косметика и гипс с немцем поторговать. Нефрит, Канада. Нефрит, Канада. Все остальное нету. С немцем косметика, гипс. Нефрит с Канадой. А, типа, чай я торгую, что ли, и красители? Чай торгую. И красители, ух ты. Станно. Гипс, косметика. Американец, немец предложение. У него нефрита нету. Это на тебя ядерка, что ли, прилетело? Целых три штуки. Но у меня американец. Это было очевидно, что он кинет их сразу после окончания мира. Но я предупреждал. То есть, не в этого, какого, не в португальца, а в меня. А до него не дотягивается. Так, от меня. Нет, у меня вопрос, почему не в испанца? У меня ядерки достроились прошлым ходом. Я, испанца, ничего не сделаю. У него уже сырка остается. Ну, испанец, он уже отстает, типа, от всех. Ну, вот он запустил. А чего он отстает? У него уже, у него уже, у него уже последний проект открыт. Смотрите, осталось 20 ходов. Думаете, он успеет? Конечно. У него последний проект открыт и последний он достраивает. Все. Я думаю, что у нас 170 ходов ограничения еще. К сожалению. Но. Ну, как бы, я думаю, даже если вы начнете пробить, я все равно успею уже. Ну, вот видите, он корректур, что он уже успеет. Кайф. Не хочется на это надеяться. Тушин, краска, такое дело, может, тогда вот так сделаем? Ты скажи, что тебе надо. А у меня все. Ну, он кинул ядерки там, где у меня войск нет. Типа, единственное, что вот так я, возможно, еще что-нибудь сделаю. Немец отказался. Или принял, вроде как. О, современные танки открою. Да, и мне очень дорого покупать, честно говоря, поэтому не покупаю. То есть я не скажу, что мне прям так эти афины нужны. Вот честно. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, Испанцу последний проект остался. Ну, нужно было плыть на него, а не со мной вон. Я вообще к нему никак проплыть не могу. Так, слушайте, может мне тогда проект пока лучше делать в Манхэттен? У меня есть какая-то ядерка, и мне бы еще, наверное... Или вообще этого делать? Человекоподобного робота... Американец, скажи, а ты как бы... Ну, вообще не будешь ничего с испанцем делать. Я же говорю, я уже не успеваю ничего ему сделать. Это должно было заботить не его, а тех, кто с унывой. Нет, это его должен быть... У него появились два хода назад. Мне их кидать только с шахт. Больше ни с чего. Мне даже сейчас современными всякими кораблями плыть в районе 10 ходов к Испанцу. И, кажется, это меня должно заботить было. Почему-то канадца заботила привезти ко мне кучу апостолов и остановить меня. А вот всех соседей Испанцев, соответственно, с канадцем не должно было заботить. Канадца там проплыл в 10 лет к тебе. Ну так почему он Испанцу ничего не делает, например? Кто сказал? Теления говорит, что я говорю. Он прилип и забил уже, на самом деле. Он ничего не делал. Не, а еще силы было, но он уже видел фиг стал. Даже войну никто Испанцу не объявил, чтобы у него караваны, например, не работали. Зачем? Это Испанец. Просто сидит человек, просто в домике построил, и все соседи такие, ну, норм, окей. А мне ни одного каравана к нему не бегают. Ненец, у меня не сквал, сколько где-то. Я вообще за рубеж, кидаю караваны, типа, мне пофиг было бы. Вот. О чем речь, то есть, смысла нет, так понятно. Типа, я тут удачно на двух континентах, и благодаря способностям тут легко можно даже не кидать никуда в караваны. То легко, у тебя вообще никто не делает всю игру ничего. Давайте подводку сделаем еще. Подлодку. Надо было тебе, аристократ, вообще город на море не ставить, тогда тебе вообще ничего мне не сказал. Это, типа, там уголь и нефть. Ну, единственное. В чем тут его город на море? Так, ну первое... Ну что, фашизм получается? Ну, получается, статистическая технократия. Давайте демократию здесь. По-моему, здесь уже все равно за что голосовать. Ну, то есть тут... Нет, давайте за коммунизм. Нет, так-то да, но... То есть люди отказываются, пытаться его остановить, ну, просто досидим. Дождем, пока он выиграет. Нет, так, а что сидеть? Если все готовы... То есть я испанцу ничего не могу сделать. Его соседы... Немец, ты что-то будешь делать? А что я ему бы сделаю? Я на роботах. Просто охренеть. Посидели люди 8 часов? Вот что вот это вот за игра была? Что это вот за игра? То есть человек посидел, построил... Я просто ору, типа, как-то все обсуждают о том, испанцев. Я думаю, у Канады там есть план. Надо... Нет, так... Послушайте, я спрашиваю соседей испанцев. Немец, канадец и американец. Вы считаете, вы еще можете что-то сделать? Или мы не будем? Ну, то есть... Есть смысл еще. А? Я считаю, еще есть смысл. Окей. А вам всем когда знать? Ну, зайдем. Семь, типа. Давайте синтекрическая эта революция, как ее... Технократия теряет карточку. Осталось 19 ходов, да? Ну. Почему? 29. 29. Ну, ладно. За 29 он точно улетит. Ты вот только либо, ну... Ну, типа, если кто-то кинет ему ядерки в космопорт, он может не успеть. Ну, конечно. Там два космопорта рядом. Да ему никто ничего вообще все... Вы даже войну ему не объявляете. То есть у человека крутые караваны он все равно продолжает отправлять. Он... Так много караванов от всяких. Например, от аристократа есть. Я к тебе не пускаю караван. Сюда... А, да, ко мне тогда реально никто не кидает уже. Я не кидал. На вашей территории нет, наверное. Так, я наконец-то могу за деньги покупать хоть что-то. Блин, я почему-нибудь на счастье? Стадионы плюс одно счастье. Нет, где-то там от этих было. Где от губернаторов? Вот. Блин, ну что это за управление? Ну, конченая цива. Ой, блин. Почему я опять минус идет? Ну, это просто не работала карточка на самом деле. Ладно. Давайте у кого-нибудь денег... Мне надо 800 и купить этого робота. Инг, предложение. Аристократ, у тебя есть нефть? Вы поделишься, да. Аристократ, а почему ты делишься нефтью? Потому что он мой союзник. Так почему вы со мной воюете, я не пойму. Я с тобой не воюю. Я с инком воюю. Ну так давай мир заключать. С тобой не хочу. Почему? Не вижу смысла. Ты воюешь с моим союзником. У нас военный союз. Военной мощи. Кайф. Ну вот, то есть, вы считаете, что эти два человека норм? Не, ну ладно, чилинию, предположим. Я все равно не знаю, зачем он влазил тут. Говорит, я не хочу ждать, чтобы меня забирали, да? Но, то есть, он играет... Он всю игру говорил, что он играет на победу испанца. И, собственно, сыграл. Что американец делает, когда у него в сосед... Хотя американец может победить здесь. Если бы он что-то делал испанцу. Но он вообще ничего не делает. Ой, блин, слушай, я немножко ошибся. Горианча. Вот столько еще. Блин, я клетку случайно купил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ватт, я думаю, мне не нужен. Мобильная ЗРК. О, тут кампус утонул у меня. Кайф. Ну, нет смысла уже строить, я думаю. Так, ладно, что у нас по великим людям. Фигня. Отгрузи, пожалуйста, греться и вагон. Так, давайте попросим алюминия у немца. Немец предложение. Немец предложение. Отвечения смогу, но позже. Так, а почему я тут не могу? А, золото. 1400, окей. Так, ну может тогда лучше самолет строить? Тут 5 ходов этот робот, а самолет... Не, ну самолет лучше купить. Вообще, мне ЗРК лучше строить еще. Продолжение следует... Не, ну я просто добегаю до города. Надо просто его обстреливать. Один ход. Так. Давайте тут стоять, смотреть. Будет художник зарисовывать битву. Мазутно. Тем более, у меня остался еще один ученый на проект. Вообще, за один ход лечу. Ну, запущу тут экспедицию. Ну, я на тебя ставил в этой игре. Ты повезел, молодец. Ну, все-таки пока не факт, но... Надеюсь. Он говорит, что он победил это как-то... Еще домик на работе, чтобы построить, чтобы рабочие не ускорять идти. Не, ну тут очевидно, как бы испанец с греком на победу... Американец с греком на победу испанца сыграли. Об этом-то и речь. Ну, я думаю, их же в том, что они слишком усиленно играли против победы Португала. Нет. Я еще сказал. Нет, они помогают... Знаешь, одно дело... Нет, одно дело, знаешь, нападать и что-то делать. Ну, кстати, канадец... Можно канадца еще сказать, что и он играл. Но канадец хотя бы имел возможность, например, религии победить. То есть, его нападение имело целью это. Правда, он и испанцу ничего не сделал. А что делали грек и американец для своей победы, хрен знает. Ну, я сразу сказал, что у меня нет шанса, типа. И я играл просто до себя. Американец, тёлка. Я не пойму, ты её ешь, что ли? По сути, чисто все сыграли для себя в итоге. Просто так вышло, что все сыграли для себя, а испанец отсидел просто всю игру и улетел. Я тупо делал ставку на науку, типа, чтобы догнать испанца. Я ни с кем не воевал. Я хотел по науке догнать. Ты ни с кем не воевал? Ты ни с кем не воевал кому-то рассказываешь. Нет, я всю игру ни с кем не воевал. То, что я тебе войну... То, что я войну сейчас объявил в конце игры, это как бы... А приехал каперами, мне грабил вот это всё. Каперы стояли для ускорения, которые я так и не получил. Там три науку было. Ну, то есть, ребята, вот пытался догнать испанца. Играл на победу испанца. Зачем-то со мной воевал. Признай. Ну, давай логически рассудим. Вот как я мог испанцу помешать? Я до сотого хода вообще не видел его границу. У меня проход в одну клетку через горы. Алюминий... Сейчас, например, не на инка нападать, а на испанца нападать сейчас. Когда я кинул ядерку в тебя, они у меня только прошлым ходом построились. У меня только пусковые шахты есть, чтобы кинуть. Они долетят только до Сарагоса. Так у тебя Чикаго и Валиолита не рядом совсем. То есть, кому хотелось поместить. Зачем они? Ну, так и помешать. Там нет космопортов. Там нет космопортов. Это вообще голые города, там ничего нет. Так атомную ты построить не мог, что ли? Кого? Атомную хотя бы одну-две. Ты шмотерма, ядерку. Еще времени, то есть еще ходов много, на самом деле. Ты термоядерку не убила, и этого надо. Ты же грешешь в кухе. Я ее закончил читать, термоядерку, три хода назад. Я даже проект не закончил. Вот этим ходом я закончил термоядерку. Я закончил эти ходы, ты быстрее. Так ты все равно успеваешь еще. Ну, давай я сейчас термоядерку построю. У нас дружба кончится, я кину в него. Я только этим ходом начну термоядерку строить. Ну, моя цель в этой игре какая была? Защищаться до последнего, да, правильно? Когда ты проигрываешь, ты что должен делать? Защищаться до последнего. Что я делал? Вообще, у меня тебя забирать вообще пофигу было. Это совершенно другие проблемы. Ты, ABC, вот американец, ты забираешь инка. Как тебе это помогает победить вообще в принципе? Ну, возможно, мы дойдем до 170-го хода и победа будет по очкам. Каким образом мы дойдем до 170-го хода? Ну, мало ли там что-то изменится. Никто же от этого не застрахован. А набрать себе лишние очки, почему бы и нет? Если я инка заберу, я сравняюсь с вами. Это то же самое, что веришь, что тебе сейчас в карман 10 рублей упадет. Да, да. Какие-то виртуальные мысли о том, что испанец там удалит все свои страны и не улетит. Нет, лучше такое провести. Я вам скажу, почему я сейчас не могу сказать. Лучше такое провести, аналог. Сейчас бы американец основал религию вот на этот ход и начал рассылать апостолов под видом, ну, а может мы еще 170 ходов будем играть и у меня есть возможность победить религии. Вот что-то типа такого. Алексей, хочешь, чтобы просто застопали типа испанца, чтобы... Ну, я хочу, чтобы испанца стопали так же, как стопают меня. А, блин, в смысле? Я испанцу не могу ничего сделать, в принципе, по карте. Как вообще я тебя стопал в этой игре? Ну, ты пришел зачем-то грабить мне территорию, захватывать моих рабочих, строил армии танков, приезжал на мою территорию. Все, грабил. Грабил мне кампуса. То есть, это не стопал ты меня. Это так, по фанчику. Какой один танк? Что ты дружба, дружба, я не видел. Слышите линия, не прикалывайся. Если бы дружба, то да, а так нет. А зачем тебе кидать дружбу, если ты побеждаешь туризм? Если тебе сосед кидает дружбу, это, я считаю, что это война. Если сосед кидает... Если ты сидишь, ты без дружбы, это в любой момент на тебя нападают. Логично, что лучше бить первым тогда. Ну, хорошо, ты ударил первым. Почему ты спрашиваешь, как ты меня стопал? Я тебе ответил, как ты меня стопал. А я тебя стопал, чтобы ты не победил туризму. А испанца никто не стопал. Вот об этом речь. Тебя стопали, меня стопали. Канадца стопали. Я строил апостолов, чтобы он убрать эту... Слушай, я... Когда там... Как стопали испанца? Что сделали испанцу в этой игре? Сидит 8 игроков. Финикия, ладно, минус финикия. Что сидели, делали соседи испанца? То есть, в чем игра? То есть, испанец посидел всю игру, построил домик и попускал караваны и победил. В чем прикол такой партии вообще? Вот для меня, как для человека, который испанцу не мог ничего сделать. У меня вопрос к соседям. Что вы за эту игру сделали? Все посидели, построили. Кто больше домиков построит? Так можно было сказать, что он победил за счет того, что он поставил больше городов. Закончить на 70-м ходу. Можно было закончить на 70-м ходу тогда за счет того, что испанец поставил больше городов. И закончить на этом игру. Испанец молодец. Так он с таким же успехом мог запустить карту, где он сидел бы один и построил домики. Понимаешь? Ну, плюс, ну, как бы, он еще, наверное, в дипломатии тоже, как бы, плюс сделал. Он ничего не делал в дипломатии. То есть, то, что ему никто ничего не делает. Он ничего не делал в дипломатии. Ты сидел всю игру, говорил ему, что ты за него болеешь, ты ему будешь помогать. И голосовал зачем-то за его религию плюс 10 имея. Возможно бы кто-то на него напал в тот момент. Нет, у него армия плюс 10 имеет. Потому что Чилинио решил помочь испанцу. Кайф. Вот это круто. Вообще зашибись. Не, я вообще предлагал за себя подозреть, что он себя тот, кто может и тебе, и испанцу религию. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Ну, слушай, никто не голосовал за испанца, кроме самого испанца и Чилинио. Я не спойду, поэтому Чилинио тоже волкался. Чилинио посидел, поиграл на победу испанца. Сам у себя никакого развития не сделал. Туризм. Сказал, что мне тут сидеть. Сделал так, чтобы на него напали и чтобы его, типа, забрали. При том, что есть другие соперники на карте. И американец посидел. Типа, что мне с испанцем? Пойду инка заберу, блин. Инк тут вообще при чем? Ну, чтобы победить по очкам через 25 ходов. Когда уже испанец будет на другой планете, блин. Даже на нескольких планетах там. Я, кстати, говорил, что я улечу в этой игре. Вот я улетаю на двигателе внутреннего сгорания. То есть посидеть... Сколько мы часов сидели? Я тоже, типа, я просто просидел. Посидеть 10 часов, ничего не делая соседу, типа, ради чего? Вау, кайф. Микс, ты там говорил, что ты вроде уже улетаешь, а все еще нет. Все, уже пошел отсчет. Еще надо в ускорялке, конечно, выйти, но я не думаю, что займется сильно проблем. Ты посмотри по этому, даже по науке. Есть кто-нибудь, который хоть как-то может близко тебе что-то сделать? Ну, вон, у немца больше науки, но немец уже давно сказал, что ничего сделать не может. Ну, давайте уже, ладно, я вам пропускать не можем. Надо, даже там что-то говорил, типа, подождите, давайте подождем 7 ходов. Что-то там придумал что-нибудь. Ну, я еще пару ходов, ребят, и я помню, что. Не, ну, то есть у тебя есть какой-то вариант, да? Просто уже сочет пошел, так ты уже обвиняй. Да, кстати, Канад, если ты хочешь нападать на испанцы. Ну, я биосферу построил. Материэлектричество. Получился, а не партия. Да, вообще. Что началось того, что не какой-нибудь объясню, я просто объясню свою идею. Почему я не кинул тебе дружбу? Потому что у тебя реально был шанс выиграть именно культурой, ну, то есть, и довольно рано. То есть, еще где-то на 70-м тире ходу у тебя уже начался отчет туризма. Ну, ты компьютер играет, зашел, учусь. То есть, я просто, я даже войну не объявил. То есть, я просто отклонил дружбу. И стоял, даже, я даже войска границы не поднимаю. Я вообще-то не спровоцировал. Ладно, если бы у меня границы, на границе стояла армия. Типа, так я игры, я специально не подводил вообще к полотну. Я просто стоял. Ну, так они стояли рядом со столицей. Ну, не стынул город этот, Ольян, Тайтан. Чилинию, по сути, на границе, я не подводил к последнему. Чилинию, если у тебя сосед побеждает туризмом, и у него конкретно дохрена культура и туризма, то не брать дружбу, это нормально в тот момент. И ты-то сам прекрасно знаешь. Именно свое решение. Но ты почему-то подумал, что я буду с тобой воевать. Я бы дал дружбу спокойно. Через 20 ходов, когда союз закончился, там уже было бы близко к победе, можно стопать. Не факт. Тише. Аликте, обними, войми испанцу. Просто, там, сын, испанцу. Да. Нет, качачилини уже мир, смысл. Мапорт. Давайте запущу искусственный спутник. В ходу заканчивается дружба с Канадой. А у вас еще дружба, а то я, ну, думал, уже что-то будет. Да. Я тут со всеми дружу уже давно. Верно, верно подмечено, верно подмечено. Ты дружишь просто со всеми и очень давно. Проходы заставляй, короче, глюнь, ты ничего не сделаешь. Просто сидел всю игру. Всю игру. Причем, реально, он всю игру еще и лидер по науке был. Я там как-то выходил на 40 этих очков вперед. Все, стопаем, все. Канадец приехал. Все этим приехал. Я еще сказал до того, как мы начали вот эту войну, что он лидер был всегда. Ну, то есть, я не понимаю, просто с чего взяли, что португалец, ну, мог бы выиграть. Испанец, да еще, то есть, они вот шли, ну, примерно ровно, да, то есть, когда Португалия догнала Испанию. И все равно по техам, он раньше открыл Космопорт, он его раньше построил, ну, а потом, понятно, потом уже началась эта уборка, и все. Я считаю, что это типа игра была, чтобы меня заступать. О, ну, лично... Пошли ядерки на Испанца. Смотрите, канадец работает. Вот канадец в этой игре работает, конечно. А кто ему уран дал? Вот почему я молчал? Нет, ты должен... Слорок урана ему скормил. Ты должен нападать на Испанца. Почему я должен? Чем? Скажи мне, чем? Я даже подлодки не открыл, чтобы на него ядерки... Ну, так а уран откуда у тебя? Построил ядерки вперед. Откуда мне... А деньги, например, взять у меня, предположим. Ну, купить... Откуда мне запускать ядерки? Ну, с подводных лодок. А, ты с этих? Ну, хорошо, военный инженер ставишь, вон, у Чикаго эти. Я поставил. Вашингтоне. Ну, я села, часа говоря, не верю, что этого хватит. Триндец просто. Так. Давайте здесь покупаем робота. Чё, сильный поте ударили испариться? Очень. Мы, нет, что захватывается. Все сидим, а что... Не сработало. Не одно ПВВ не сработало. Так вот это и вот это. Ну, если он... Если не забрали запустить этот проект, который ускоряется. Так, а если космопорт они заберут, то все же, по-моему, становится, да? Отчет. Ну, если все. Да, так отамбом их немного было. Четыре. Ну, четыре. Охренеть, этот эсминец не убивает первого скаута на море. Ну, самого первого. Кондец. Приколюха. Плинтон, финикия, можно в мир, может, его прокачка плюс 20. Да уж. И у меня канадец. Чуть и кеми сейчас будет. Но у меня все еще показывает, что один ход. Караваны. Один год за одиннадцатой год. Ну, плю. Чего ура. По идее, оно что-то один запустить, короче, и он быстрее улетит, чем закончится пачкам игры. Ну, конечно, получается, да, да. То есть, один достаточный и все. Блин, я таки не понял, кто мне объяснит, а в чем причина, почему карта не открылась, уже запустили этот. А ты запустили. Ты должен запустить. А, я понял. Так, кстати, откройте карту. Подожди, так-то еще испанецы и по очкам лидер, вообще-то. Что там, как бы, пофигу? Да, сейчас упаду. Кстати, ну, очков много, на 200, на 100, точно, там, Ох, нифига, там в Канаду прилетело. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok